и снова здравствуйте всем привет и так у меня новая задумка и в этом ролике пока именно бензопила погнали опять же на вопрос почему не в блендер забрать мало таких роликов именно блендер то там можно смоделировать найти какие-то уроки по забрать в принципе моделирование очень мало роликов а как что сделать так вообще это в основном персонажка давайте пройдемся по какой никакой технике и так ну погнали с примитивов сначала болваночку так значит с куба начнем вытягиваем куб edit make polymesh включаем значит флор размер такой большой нам сразу не понадобится так уменьшаем вот так вот поворачиваем shift левая кнопка мыши выравниваем и растягиваем я буду опять использовать именно резку вычитание поэтому делаем сразу дайна мыши смотрим что да как ну вот в принципе вот это меня устраивает так у нас будет копироваться слева направо ну в принципе модель я хочу сделать не симметричной ну погнали посмотрим что получится так значит что с чего начать это будет произвольная такая штукенция я не буду делать копию пилы контрол шифт надо вот клипинг так таким вот образом контрол z контрол шифт вытягиваем ну и как то наверное так давайте еще пошире вот так и от собачьим но в принципе пойдет теперь я хочу посмотреть эту сбил именно симметрию так если здесь под накидаю все правильно все вернулась назад так теперь что нужно сделать теперь я хочу вот эту пилу сделать чуть-чуть тоньше это раз следующий вариант добавляю аппин добавляю аппин добавляю цилиндр переключаясь на цилиндр перекручиваю цилиндр в бок делаю скайл вывожу значит цилиндр на вот этот край немножко его нужно сплюснуть так вот сюда делаем так перенос делаю скайл чуть-чуть в бок вот сюда и теперь мне понадобится опять же аппин куб выбираю куб опять же делаю с помощью гизма скайл вытягиваю вперед вытягиваю вперед так вот подключаю опа на это почему у меня так далеко отскакала эта штука так это сюда перекрутку подгоночку опять же значит уменьшаю по цилиндру и увеличиваю по ширине цилиндра потом обрежу есть такое дело и чуть-чуть значит вперед здесь сейчас еще добавлю вставочку теперь что нужно сделать сделать дубликат значит цилиндра это делаем значит дубликат пока его оставляем цилиндр объединяем нет давайте сначала с помощью с помощью control shift trim rect обрежем эту штуку чтобы нижняя часть была видна теперь эту штуку значит сразу я уменьшаю этот куб вот так и хочу вывести вперед вот такая получается заготовка это откуда будет именно шина выходить теперь переключая клип циркл обрезочка оба почему то она не очень хорошо вышла хотя вроде бы и все нормально вот так будет лучше так теперь что делаем делаем дубликат вот этой части вот этой вот которую я обрезал дубликат и этот дубликат нужно вытащить вперед сразу все заготовки хочу поподелать так это значит скайл эта штука пойдет на болты на вычитание так на вычитание нужно делать обрезку другую это значит вот так вот и теперь вот эту штуку нужно растянуть и подтянуть вот сюда подальше от стенки так вроде бы заготовки сделаны но теперь что нужно сделать так цилиндр я хочу чуть чуть еще вперед вытянуть чтобы вот именно вот эта вот кромка была не знаю исчезнет она потом не исчезнет ну смотрим я первый раз делаю пилу так это значит объединяем в одно целое это значит merge down вот этот цилиндр с кубом пусть будет вместе так вот такая получается заготовка теперь мне понадобится append понадобится так а что мне понадобится мне понадобится еще наверное куб n панель переключаюсь на куб делаю ему скайл так ctrl z так делаю скайл перевожу вперед уплотняем делаем зазор именно для шины где будет выходить перекручиваем вверх теперь я хочу вот эту штуку значит обрезать так вот побольше так вот перевести в бок не бортик все таки оставлю так теперь увести его вглубь можно даже чуть чуть сплюснуть вот так вот чуть чуть больше шины сделать и наверное я его все таки так обрежу вот так да ну так будет нормально вроде бы как нет это не идет такое дело тогда значит trim curve вот такую обрезку сделаем вот такая будет на получше и тогда сверху уже clip circle побольше уголок продолжение закругления так есть такое дело так это подшину готово теперь нужно на верхнюю вот эту часть сделать крышку крышку я сделаю наверное с цилиндра с цилиндра с цилиндр или через alt выбираете вот этот персонаж ну в смысле деталь перекручиваем делаем всему этому делу скайл поднимаем повыше так смотрим так смотрим как она тут легла так вот сюда и растягиваем вот так вот да где то вот таким вот образом теперь clip циркл все это дело чуть чуть поменьше обрезаем получается вот такая заготовка и теперь значит трим обрезаем ровненько вот так крышка есть так смотрим что да как повторяем клип вот этот ctrl d ctrl d так в принципе неплохо так получилось ну давайте сверху теперь попробуем раз и вот так вот два делаем геометрии значит делор мира мтл ну вроде какая-никакая пока крышка потом я ее доработаю так теперь n мне нужен корпус корпус у нас значит с дайномешем уже и добавляю open добавляю цилиндр n панель цилиндр поднимаю до корпуса под низ корпуса делаю ctrl d ctrl d чтобы все это дело сгладить делаю дайномеш теперь все это дело перекручиваю делаю скайл увожу вот сюда еще раз скайл и мне нужно выбрать здесь именно паз вот так так теперь значит объединяем делаю вычитание на верхней ставлю сделаем маршдаун окей и control левая кнопка мыши снимаю делаю вот такое вычитание так отверстие есть заготовка есть так n панель значит вот эту часть все-таки наверное нужно чуть-чуть вытянуть да чуть поменьше вот сюда так заготовка есть теперь что еще нужно сделать нам понадобится теперь ручка ручку я буду делать именно в блендер хотя можно вычитанием сделать и тут но ручка должна быть круглая и спазом так ну давайте попробуем а стоп ладно я отвлекся теперь n панель нам понадобится вот эта вот деталь вот это вот и делаем ей геометрии значит дай нам с control z чтобы вычитание было лучше давайте резолюции прибавим все равно потом исчезнет эта запчасть теперь значит n выбираем так где она находится вот эта часть этой части тоже делаем дай нам и так 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 вот эту часть ставим на вычитание переключаемся на верхний sub tool делаем merge ok и control левая кнопка мыши делаем вычитание ну такое вычитание пойдет так что еще хотелось бы сделать значит пока это дело объединять не будем тут разные цвета будет потом буду вырисовывать так 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 включай фантазию фантазию так вот эта часть слишком ровная значит нужно здесь так если с этой стороны вал то с этой стороны в принципе у нас крышка закрывается да нам это обыграем каким образом значит n выбираем выбираем вот эту круглевую n так одежда вот она мы ее значит вытянем перетянем вот сюда подгоним подгоним вот сюда чуть-чуть надуем чуть-чуть подведем так корпус нормально надо все это дело потом еще как-то сгладить так выводим ее вперед а вот теперь повторим обрезку так ну вот уже как-то наверное будет поинтереснее значит ctrl-d ctrl-d сглаживаем геометри del lower так есть такое значит такая задача выполнена так who можно отключить чтоб не мешался так и нужно добавить значит сыну а потом будем уже думать что who is who upend значит добавляем цилиндр n-panel цилиндр перекручиваем так теперь мы это дело все вытягиваем делаем значит скайл смотрим насколько она подойдет нам такая шина шина нам подходит ctrl-z делаем ей скайл и еще больше вытягиваем так шину выводим вперед чтобы она как бы с тонкой части выходила на большую так теперь что я хочу сделать я хочу наверное обрезать пробуем обрезать так такая чтоб вот потолще чтобы была теперь значит ее уменьшаем подгоняем и пусть она тоже будет пошире такая так ctrl-d ctrl-d опять же делаем делаем увеличенное dynamesh потому что сейчас будем паз прорезать ей так можно маской конечно давайте попробуем маской сначала ctrl-t так и вот это все дело по центру замаскируем делаем ctrl-i и делаем sky так паз у нас появился но я не знаю что там а не нормально все так получается шина вот с таким вот пазом здесь будет ходить цепь так пускай все это дело будет так ручку я здесь сделать не буду потому что расскажу здесь должна будет рука быть одного персонажа так теперь нам понадобится сверху вот крышка гайки да ну давайте делаем гайки гайки тут дело простое так нужно их просто понаходить так вот они раз и теперь значит н панель находим значит вот эту часть а control z это делаем control w потому что здесь разные поле группы и сейчас я буду все это дело разделять так есть такое дело и теперь control сначала alt перекрутим gizmo и control делаем дубляж так все нормально все хорошо теперь нужно сделать этому всему делу значит split go split окей так гайки отдельно все это отдельно потому что я буду сначала делать дайна мэш а если сразу делать вот это мэш вот это все может развалиться в хлам нужно сначала сетку увеличить так ну что эта штука значит объединена а эту теперь крышку надел такая что а эта крышка нормально ровно все хорошо так и вот единственное что можно еще сделать а ничего не надо делать так это единственное что это end панель корпус значит если корпус мы растянем выведем так вот раз вперед так вот сюда наверно мне это много так вот раз и нужно вот из этого корпуса вычесть значит вот эту деталь так ну корпус тогда нужно поднять повыше ну чтоб верхняя нижняя стойка была потом да вот так а здесь еще сейчас пас выберем пустоту так корпус делаем дубликат вот этой детали дубликат верхний вот этот саптул ставим на вычитание верхний значит ставим на мерчдаун объединяем окей все вычит прошел вот такая получается штука так есть такая деталь вычитание прошло теперь нужно сделать пустоту значит здесь так пустота будет подшиной значит это append и добавляем опять же куб m панель выбираем куб control z что эти так значит уменьшаем опускаем делаем скайл подводим книзу так смотрим где она стала так выводим вперед расширяем уводим по шине так глубина она вроде бы устраивает все нормально значит делаем дайна мэш поднимаем этот саптул значит до вычитаемого нашего саптула под него ставим на вычитание на верхний саптул переключаемся мэш даун объединяем и control делаем вычитание как я люблю эту штуку делать вычитание так есть такое дело так верхняя крышка не в тему давайте n панель найдем эту верхнюю крышку и попробуем ее сделать как бы побольше вот так повыше вот сюда поближе делаем ей дубликат а лучше нет не дубликат делаем значит control маска control и и делаем скайл так вот как будто у нас теперь две запчасти две части да ну-ка попробуем сделать dynamesh чуть-чуть тут значит выглаживаем тут чуть интересное прошло вычитание повторим его наверно нам пойдет такой как закал а и она ну и тут краешки чуть выгладим так есть такое дело теперь здесь должна быть ручка и ручку я по-моему здесь не смогу сделать она у меня получится но получится а получится давайте значит аппенд добавляем цилиндр так переключаемся на цилиндр делаем ему скайл уменьшаем его так делаем еще скайл значит вытягиваем вверх тут будет вычитание еще делаться так это где она должна быть ручка должна быть вот здесь но не по болтам и перевернута вот так и опущена чуть вниз и растянуто чуть чуть выше все поэтому потом решил вопрос так так ну а теперь наверно ну а теперь наверно флур ctrl ставим маску именно курва маскируем вверх делаем ctrl и и переводим alt значит дизму вытягиваем перекручиваем вытягиваем так нет ctrl z ctrl z ctrl z значит делаем вот так так побольше делаем деталей теперь значит вот эту еще вверх поднимаем следом маскируем где-то вот тут делаем альт альт перекрутку так делаем альт вверх так перекрутка ставим ее повыше чтобы был помягче переход и это сейчас я думаю должно как-то исправиться так еще перекрутка е так 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 вот так теперь делаем и вот эту часть до конца выводим так 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 гемор понимаю ну вот это вот такая штука изображ значит так здесь так а что тут не замаскировался вверх что ага через альт опять же повторяем тут ту же самую комбинацию тык теперь значит маскируем вот этот полигон так даем полноту так ну а эту вот так вот так есть такое дело теперь снимаем маску вытаскиваем вот эту штуку вверх так так ну ручка вообще-то идет с другой стороны так а тут что у нас так один полигон чуть дальше вывернулся но ничего надо вот так и оп и поравнять так так снимаем выделение мофф топологи и попробуем чуть-чуть все это дело подправить так раз ctrl d ctrl d ctrl d делаем теперь геометрии the lower dynamesh ага нормально будет вычитаться так ну вот эта вот штука так вот эта вот штука мне как-то наверное ctrl i и чуть-чуть пониже сейчас все тут обрежу так 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 и ручка вот эта по-моему должна только с одной стороны быть другой короче это миррор понятно так так ctrl z ну в принципе а чё да и ничего так так теперь делаю дубликат сначала ctrl левая кнопка мыши делаю теперь дубликат 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 расширяю понижаю так вот как-то чуть-чуть еще сужаю и на прозрачность чтобы глубоко она сильно не заходила так раз все это нормально а вот эту часть вот до сюда обрезаем так закругляем а ну-ка закругляем а ну-ка закругляем а ну-ка что тут с вычетом толстовато да снизу толстовато значит ctrl z вот эту часть чуть-чуть вниз так через shift чуть-чуть выглаживаем ctrl shift вот теперь верю так не терized они Так, а вот эту часть, наверное, нужно обрезать, вот эту. Так, Ctrl-Z, тримку, так, бамс, вот так вот. Так, ну на нашей переработке. Или где-то так, наверное, будет дело обстоять. Так, тут что, чуть-чуть выглаживаем, чтобы все было гладко. Так, что-то тут кривовато. Ну что, сейчас пролепим. Так, есть такое дело. Тик, 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 и теперь на предохранитель. Значит, опять же, включаем upn, добавляем куб. n-панель, значит, куб. Чуть-чуть тут, бамс. Вперед, сюда. Так, делаем кубу дубликат. Теперь вот на первом саптуле куба давайте все это дело порежем. Так, и вот это тоже порежем. Порежем, так. Тогда придется сейчас тут еще переделать вот эту крышку. Ctrl-D, 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 Ctrl-D. Нужно все это дело теперь как бы шифтом выгладить, наверное. Делаем геометрии. Делаем Delore, Mirror, Dynamesh. Ну а теперь куб перекручиваем, уплотняем. Выводим. Уменьшаем. Так. И теперь делаем Dynamesh. Угу. И делаем в саптулах дубликат. А лучше через Ctrl. Вот так все это дело вытянуть и работать уже с этим, значит, саптулом. Что он нам тут покажет. Угу. Все нормально. Теперь ставим на вычитание. Переключаемся на первый, значит, вот этот саптул. Вот этого предохранителя. И делаем ему Merchdown. Окей. Бэмс. Все вычитание прошло. Давайте теперь его дооформим. Так. Как будем дооформивать? Так. Ух ты. Ctrl-D. Ctrl-D. А низ? Низ. Низ не удалился. Не беда. Так. И вот так мы его вырежем. Так. Теперь вот этот низ, значит, маскируем. Ctrl-I. Сочетание клавиш. И опускаем его пониже. Так. 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 Ну, где-то так. Ну, ничего так смотрится. Вроде и ничего так смотрится. Так. Ну, с корпусом. Так, корпус нормально смотрится. Только нужно, наверное, тут какую-то еще штукенцию будет потом добавить. Так. Ну, будем думать, что здесь ручка. Штифт. Во. Так. Ладно. Там типа ручка. Тут типа стружка летит. Тут типа все припаяно. Ну, можно еще добавить, конечно. Так. Давайте добавим. Пусть двойной комплект такой будет. АП, значит, куб. Делаем вот такую штукенцию. Утаскиваем назад. Опускаем. Вытягиваем. Уплотняем. По середине ставим ее. Так. Так. Вот так как-то ее надо подгадать. Ну, а теперь опять резко. Значит, резать будем тринку. Труф. Отрезаем. Сначала вот так вот наискось. Бэмс. Потом еще, значит, так наискось. Ага. И теперь все это дело еще уплотняем. Ну, что-то в этом духе, наверное. Ну, да. Нет. Наверное, все-таки еще вниз. Потому что у нее там планка еще у ручки идет. Она пошире. Тут под ногу как раз. Так. Или не под ногу. Поменьше ставить. Давайте поменьше. Так. Так. Есть такое дело, да? Ну, а теперь делаем всему этому. Всей заготовки опять же Dynamesh. Делаем теперь ей дубликат. Дубликат. Ставим дубликат на вычитание. В верхний Subtool. Переключаемся на Merchdown. И пам. Опа. 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 Ctrl Z. Протупил. Пардонте. Делаем дубликат. И, значит, я не уменьшил это все. Так. Так. Вниз опускаем. Тут, значит, Skyl тоже уменьшаем. Поднимаем. Тут еще поменьше. Пусть потолще стенки будут. Так. Побольше. Ну, теперь, да. Вычитание. Бэмс. Делаем Dynamesh. А, я не объединил. Да что я тупить начал. Все. Все. Вычитание прошло. Ну, почему стенка исчезла вот эта вот. Ага. Ctrl Z. Ctrl Z. Давайте сделаем еще раз Dynamesh, значит. Опа. Тут уже фигня какая-то происходит. Ничего. Сейчас найдем исходник. Исходник, исходник и делаем побольше. И Dynamesh. Так. Есть. Нормально. Теперь делаем дубликат. И повторяем неудачную попытку. Skyl. Стенки, значит, делаем поменьше. Ну, в смысле, побольше. Чтобы ничего не вылезало. L. И уводим вперед. И чуть-чуть. Вот так вот. Угу. Вот. Вот. Теперь есть good. Ctrl D. Так. Здесь уже округление, значит, нам не помогут. Так. Ну, это ручка тоже как бы не интересная, да? Ctrl. Маскируем ее наискось. Так. Или давайте ровно замаскируем. Делаем Ctrl. И. И чуть-чуть все это дело с помощью ротации повернем вот сюда. Так. Можно даже чуть-чуть еще, если низ, значит, замаскировать, то можно вот эту часть еще вниз опустить. Ну, не будем пока так извращаться. Ладно. Делаем. Делуэр. Мироэндвэл. Во! Эту есть оно. Гизмо. Драфт. Ну, вот где-то так. Так. Теперь нужно добавить кнопку, да? Так. Я не знаю, большая она, нет. Так. Давайте чуть-чуть пониже. И чуть поменьше ее, наверное, сделаем. Так. Есть такое дело. А ну-ка попробуем деформацию Polish. Вот. Сглаживает нормально. Так. Угу. 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 Ну, опять, значит, SubTool опять, значит, Append. Опять же, Cube. Опять же, N. Так. Делаем Skyl. Уводим. Делаем Skyl. Подгоняем под ручку. Вот сюда. И растягиваем. Бац. Перекрутку делаем. Еще раз. Опускаем. Угу. Так. Чуть-чуть побольше. Так, 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 так. немножко наверное все это дело сделать еще поменьше так чуть-чуть обрезать это будет типа кнопка ну чтобы это была кнопка нам понадобится еще что нам понадобится еще дубликат и одну кнопку вот эту сделать вот так как-то но опять же по примитиву так это отрезаем это тоже за ненадобностью все вроде бы кнопка намечена теперь кнопку реально тоже уменьшаем чтобы потом при анимации ее можно было нажимать правильно но я думаю да чтобы она не вылазила сюда наверх как-то так еще наверно бамс получается как бы кнопка но теперь добавляем up and добавляем крышечку это значит цилиндр цилиндр так эту крышку ставим наверх делаем наверное скайл теперь сплю с ним подставим по центру контрол д контрол д делаем геометрии делаем д лоуэр дай на мыш так теперь делаем ей дубликат она нам сейчас еще понадобится и вот эту крышку так это значит н-н-н-н-н так 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 где она тут находится это у нас вот она опускаем вниз и чуть-чуть вверх значит нижнюю вот эту вытягиваем опускаем ее поглубже и ставим ее значит на вычитание верхние делаем merge down ok так бац вычитание прошло ну а теперь вот эту вот лямпу так control z значит и вытягиваем делаем чуть побольше опускаем чуть поглубже значит делаем дай на мышь еще мы по простому наверно можно конечно добавить куб сверху я лучше на так это не это то ставим эту маску маскируем так на чуть-чуть побольше поприкольнее чтобы было control и и значит ее вытягиваем вверх вот так и чуть-чуть в плюсную делаем дай на наш бамс есть и сатана теперь сата играйки есть шина есть корпус какой-никакой снизу вроде вычит кнопка какая-никакая присутствует так вот наверно еще с корпусом давайте разберемся что-то он какой-то квадратный вот так и вот так теперь н выбираем значит что у нас тут выбираем крышку так и что получится сейчас сдвинул вырез куда так так что-то вот это мне не нравится так 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 ну в принципе отчет дизайн нормальный тут можно подкачку сделать какую-то пойдет так значит что еще ну в принципе все ничем не пила да так вот единственно что еще можно сделать это так н панель так вот это вот еще чуть порезать значит trim rect dance и здесь тоже так вот раз ну что-то в таком духе так здесь лучше наверное сделать вычитание тогда ставим up and да тогда куб н панель куб так отводим в бок делаем геометрии делаем резолюцию чуть побольше дай нам ишь так подгоняем значит ее так хочу у нас тут вот понятно значит вот так будем делать теперь эту часть сплю с ним вот сюда что-то так и через control эту часть вот сюда даже нет не через control пардонте сделаем sub tool это дубликат так значит это должен вычет вычет пройти именно с корпуса находим корпус вот там опускаем его вниз поднимаем чуть-чуть вверх так вычет прошел не знаю нужен он нет а сейчас туда лучше эту поставлю тогда бобину так ну и что еще у нас выходит значит выходит вверх да чуть-чуть надо на вычет уменьшаем уменьшаем подгоняем увеличиваем и наверно с кругом тоже это так вот здесь вот так там полосу вычтем будет прикольным и осматривается так 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 вот так ну а что прикольно такая выемка большеватка конечно ну пойдет Можно тут тоже что-нибудь поставить. А, вот. Крепёж типа вот этот сделать. Есть такое дело. Ручка. Маскируем. Ctrl-I. Ну и чуть-чуть её вниз. Перекручиваем. Отгоняем. Так, надо ещё, наверное, ниже. Бамс. И чуть-чуть Skyl. Так. Во. Так, есть такое дело. Угу. Так, через Shift чуть-чуть сейчас выкладим. Моффт Apollo G немножко так подкорректируем. Вот. Так. Таким вот образом. Так, PIM поесть. Настройка есть. А вот эту, так, End панель. Где она тут? Так, 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 так. Вот она крышка. Раз я резал, давайте ещё раз. Оп. Ctrl-I. И чуть-чуть Skyl. Всё нормально. Shift-ом выглаживаем. Типа разграничения тут такие. Угу, 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 угу. Ну, а чё, и неплохой дизайн. Так, теперь, чтобы вот здесь в боку было нормально смотреть, давайте добавим, давайте добавим, опять же, цилиндр N. Делаем перекрутку. Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Мы делаем сразу делаем, делаем сразу D, L, и тайна мышь. Так. Раз. Маскирование делаем где-то вот так. Делаем Ctrl-I. и делаем скайл. Скайл делаем и чуть-чуть вытягиваем вперед. Опять же делаем скайл. Вперед. Маску снимаем. Делаем скайл. Получилась вот такая запчасть. Вот такая. Прикольная. Так, еще раз скайл. Она в принципе, вот эта запчасть не принципиальная. Как бы, да? Вот так. Ну, как бы, все равно, чтобы там заполняло пустоту. Так. Вот так, как бы. Там такой, конечно, нет. Но это все-таки Frame 3. Так. Что за фигня? А. Делаю Dynamesh. Так. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Угу. При хорошей, значит, форме делаем повыше полигонаж. Полигонаж. Вы меня спрашивали, где смоет полигонаж. Вот. Active Point 67 тысяч полигонов. А у всей модели 1 миллион 325 миллионов. Что такое? Что такое? Почему не рисуешь маску? Так. Поле F. Где маска? Ага. Ctrl-I. И немножко, значит, Skylbams. Или не надо? Ладно, не надо. И, наверное, пойдет. Вроде там какая-то деталь. Так. N-панель. И, наверное, так. Вот эту можно ровную оставить. Заглушку. Но я, наверное, ее все-таки обрежу. Так. А где она тут находится вообще? Что-то я не пойму. что это вообще за деталь такая ровная? Ага. Ну и сделаем ее тоже. Ctrl-Z укосом. Ну, так симпатичнее, помягче будет. Угу. О. И шифтом чуть-чуть прикладим. О. Теперь N-панель. Так. Вот этот. А, не эта часть N. Ctrl-D. Ctrl-D. Ну, вот, помягче ее тоже сделаем. И так, получилось вот такая фантастичная бензопила. чуть-чуть подправить. Чуть-чуть подправить. где-то добавить какие-то детали. Ну, а цепь, цепь я уже, думаю, буду делать в Blender. Ну, или здесь. Потом хочу сделать анимацию именно вот этой бензопилы, как она будет работать. Здесь нажиматься. Там. А, вот. Думаю, что я еще не сделал. Здесь же находится вот здесь вот здесь вот тогда вот здесь по-моему так а, не, вот здесь сбоку глушитель вот тут вот а, не, глушитель находится спереди. Все, вспомнил. Так что здесь еще можно сделать паз и поставить вот этот глушитель таким с пустотой. Чуть обрезочку дать и будет глушак. Все, всем пока. До свидания. До свидания.